спасибо большое если можно я сосредоточусь все-таки не на история на современности и на ситуации в россии хотел поделиться как почему россияне воюет это мои впечатления от той работы целой коалиции правозащитных организаций россии которые поддерживают сознательных отказчиков россии то есть тех граждан российских которые не хотят идти воевать и не хотят идти на военную службу и я считаю это очень важно потому что без изменения ситуации в россии без изменения режима власти в россии глобальная безопасность в европе не может быть достигнута поэтому важно смотреть за теми процессами которые происходят в россии и первое наблюдение хотел сказать о том что более 80 процентов россиян не хотели войны с украиной такие опросы проводились 21 22 году в январе 22 года и цифры были очень большими россияне в массе своей не хотели войны а второе наблюдение что в россии есть возможность отказаться от от военной службы по убеждениям совести в россии стать военнослужащим можно тремя путями это призыв человека могут призвать на военную службу на срочную военную службу как 20 лет назад было в германии с прошлого года можно призвать по мобилизации любого мужчину возрасте от 20 до 55 лет и третий путь это любой гражданин может добровольно заключить контракт с министерством обороны и стать военнослужащим и контракт заключается добровольно можно его не заключать но во время призыв призыв происходит принудительно под угрозой наказания и в россии есть в конституции пола положение которое говорит о том что любой гражданин россии если у него есть антивоенное убеждение он может отказаться от военной службы и для призыва для для призыва существует специальный закон об альтернативной гражданской службы которые уже больше двадцати лет действует в россии при мобилизации такого специального закона нет но конституционное право она действует и при мобилизации можно тоже заявить о том что не хочу идти на войну и не пойти на войну по мобили на основании отказаться от призыва по мобилизации на этом основании то есть граждане россии могут идти на войну тем не менее они воюют почему же это происходит первая причина это конечно пропаганда но пропаганды в полном полном объеме не может объяснить то что россияне все таки идут на войну потому что есть много других источников информации и на самом деле по многим другим исследованиям россияне не очень доверяют такой государственный пропаганда я конечно условно говорю и про большие группы вторая причина это репрессии много вы знаете и наверно много говорят о том что противники войны люди которые выходят на улице и протестуют против войны подвергаются репрессиям но репрессиям подвергаются и военнослужащие сейчас основа воюющей армии в россии это контрактники то есть те кто раньше до войны добровольно заключил контракт примерно 400 тысяч контрактников в российской армии еще 200 тысяч офицеров и эти люди заключали контракт до войны они не знали что будет война они хотели защищать отечество так как они это понимали и контракт заключается в россии на небольшое количество времени на 2 года на 3 года на 5 лет и многие военнослужащие думали они будут военнослужащими некоторое время потом они уйдут на гражданскую службу и будут заниматься гражданскими должностями и когда началась война в марте уже в марте 22 года начало появились обращения от военнослужащих о том что они не хотят воевать и не хотят участвовать в этой войне таких обращений сначала было не так много но к лету 22 года их количество уже было несколько тысяч человек и этот поток все возрастал и власть сначала российская власть не обращала на это внимание а летом когда поток очень уже увеличился и 35 тысяч человек только те кто были видны в информационном поле власть начала против них репрессии их стали задерживать специальных тюрьмах не давать возможности уволиться а в сентябре 21 года когда была объявлена мобилизация этим же указом было запрещено увольнение увольняться всем военнослужащим контрактникам с военной службы и они все военнослужащие российской армии они фактически сейчас крепостные рабы или крепостные они не могут просто уволиться и разорвать контракт а наказание за покидание воинской части за отказ просто участвовать войне выросла до больших сроков 10-12 лет лишения свободы но и репрессиями только репрессиями пропагандой и репрессиями тоже нельзя объяснить то что российские солдаты продолжают воевать год назад в россии началась мобилизация и по российским законам процедура мобилизации была такой там очень несовершенный закон мобилизации не было в россии со времен второй мировой войны и не было в российском законе уголовной ответственности за уклонение от мобилизации если человек получив повестку явиться военкомат просто по ней не пойдет ему за это ничего не будет тем не менее произошло что-то очень странное 300 тысяч мужчин российских получили повестку и несмотря на то что нет уголовного наказания несмотря на то что многие из них не хотели идти воевать а известно что из этих 300 тысяч добровольно пришли в военкомат только пять процентов такие цифры даже министр обороны назвал то есть хотели по своим каким-то соображениям идти на войну и воевать только пять процентов от 300 а остальные 95 процентов пошли только под мифической угрозой преследования со стороны государства когда такого нет и это невозможно объяснить просто и по просто так и по мнению многих экспертов и социологов такой эффект можно объяснить только тем что в российских людях осталось очень много советской советской практике россияне остаются советскими людьми с их страхом перед государством с таким же отношением государству как в советском союзе оказывается что советский человек не ушел с уходом советского поколения а все эти социальные практики жизни они были переданы следующим поколением из-за того что в россии многие институты оказались не реформированы и школа не не другие социальные институты и именно поэтому пропаганда сколыхнула вот этот весь весь пласт советской стиль если можно сказать в людях и они пошли воевать поэтому та работа которая проводит мемориал который говорит о том что необходимо преодолеть советское прошлое на всех возможных этапах на все во всех вас технологиях всех общесть общественной жизни она очень важна и получается что люди они готовы выполнять преступные приказы прикрываясь верностью власти верности долгу они готовы осуществлять свои должностные обязанности даже и понимая что это является преступлением и одна из задач в том числе мемориал который будет работать и работает это разорвать идентичность россиян по отношению к советскому прошлому попытаться отторгнуть разорвать связь между россией и советским прошлым чтобы это было уйти от от советского государства чтобы она устала прошлом уже для россии спасибо я но я еще два ganz курса nachfragen weil ich werde sehr oft und ich werde сергей bitten kurz vielleicht kurze kurze antworten zu geben ich werde sehr oft gefragt in deutschland und nicht nur in deutschland wir haben den tschetschenischen krieg erlebt dass sehr viele soldaten миттер sich eigentlich gegen diesen krieg aufgelehnt haben also ihre angehörigen gesucht haben also unter ganz schweren umständen wo sind sie jetzt und die zweite frage ist auch kurz spielt geld dabei eine rolle das wird auch oft gefragt движение слышно движение солдатских матерей действительно возникла в середине 90-х годов когда началась первая чеченская война и она возникла потому что основа армии в то время были призывы военнослужащие по призыву те людей к солдат которые забирали принудительно из всех категорий общества направили на войну и это вызвало возмущение в обществе в российском обществе и как реакция появилась движение солдатских матерей сейчас воюют в основном контрактники и в российском обществе отношение контрактникам другое это люди сами выбирают службу добровольные на нее идут ради каких-то преференции и риск быть убитыми люди воспринимают как просто профессиональный риск идет человек за деньги на такую профессию поэтому никакой большой реакции в обществе война в этом смысле движение война в украине не породила а мобилизация которая произошла она еще не осмыслено там идут какие-то движения но это пока движение не не вызвало общественное движение